Всем привет! Вы видите и слышите Алексея Халецкого, это значит, что вы на канале Лёша Играет, и я продолжаю на уровне сложности божество за Грузию проходить Сидмэя Стерилизэйшн с челленджем объявить всем войну. Вот в этот момент, когда я записываю, уже появилась первая серия, там комментарии про то, что у меня опять, типа, личные условия, типа, я может в следующий раз и попробую минимальные, типа, плохие, ну вот, знаете как, плохую территорию поставить, Ну, вообще у компьютера тоже плохая территория, он будет не очень хорошо развиваться, но я подумаю над этим, но к этой серии, как вы понимаете, у меня условия не тепличные абсолютно, и у меня тут патовая позиция, с одной стороны, конечно, компьютер не может выиграть, но дело в том, что я отключил все победы, вот, я думаю, что, ну, я отключал победы для того, чтобы компьютер в войну шел, Но мы видим, опять же, что это не особо работает, он не особо нападает, особенно меня поражал Рим, который тут танками стоял и мог нападать, но этого не делал. Я предлагаю сделать так, если в дереве технологий компьютер доходит вот до последней техи, то у меня есть 20 ходов, чтобы победить. Будем считать, что если компьютер дошел до последней техи, то у него 20 ходов на улет есть. Таким образом. Я же могу победить только, опять же, победой и доминацией, то есть захватив все столицы. Позиция патовая, но, опять же, я рекомендую перейти к первой серии, посмотреть все с самого начала, понять, как мы к этому пришли. Позиция патовая по той простой причине, что нету алюминия и урана. Если алюминия еще ладно, мы можем без алюминия, в принципе, работать, вот как у нас сказать, минус 5 к силе самолетов, это еще рабочая тема. То без урана я не очень представляю, как я могу оставшихся захватить. Уран поблизости вообще нету. Вообще нету поблизости урана. Знаете, посмотрите, из того, что мы видим, у нас три урана. Кашгар вообще без шансов на захват. У Леастай возможен захват, возможен. Но я не знаю, как удержать. А вообще это Инчан даже, даже не У Леастай, а Инчан где-то тут город. Я не знаю, как его удержать, чтобы он не отвалился по лояльности. И Лукдунум еще ближе, тоже возможно, но по лояльности, не захватывая всего Рим, невозможно. Поэтому я еще жду космопорта и отправки спутника, чтобы увидеть всю карту. Возможно, где-то есть поблизости урана, мы его не видим просто пока что. Еще есть вариант нефть. Вообще все последние у юниты, кроме атомной подводной лодки, все остальные требуют нефть для нормальной работы. То есть я могу попробовать ракетными крейсерами и современными танками как-то с моря захватить, хотя бы уран пополучать. Но опять же, у меня нету нефти, нету нефти, вот это капает, но у меня сейчас три танка есть и все. Пока только ими я действую. Поэтому, давайте еще посмотрим, мне что-то кажется, что мне надо как-то попробовать на нефть сконцентрироваться. Ну это, видите, затопление, кстати, я не знаю, вот эта нефть должна остаться, если я на затопление. Вот тут были уран и два ресурса урана вот здесь были, и его затопило уже. И вот здесь был у меня алюминий, вот это моя ошибка. Я мог успеть его спасти, я что-то не допер, что... Ну ладно, опять же повторю, без алюминия мы можем тут как-то попробовать победить. Единственное, у меня вот шанс, опять же, что я впереди по науке, а на выключу свое видео, попробуем это как-то использовать. Наверное, Королева тоже... Вообще, конечно, я могу спутник сразу сделать, может на спутнике, не знаю. Давайте халкидики атаковать. О, сеть и отваливается, тоже здорово. Не придется самому ее захватывать. Ну, не буду давать прокачку, надо атаковать горы, чтобы быстрее его забрать. Вот у нас именно халкидики тут сильно влияют, так как 18 жителей. Заберем халкидики, все остальное уже должно поотваливаться спокойно. На халкидиках сосредоточиться. Так, тут у нас... Так, во-первых, этот современный танк надо ремонтировать. Вот здесь. Блин, тут еще город. Разграблю. Сюда встану, чтобы только один город мог его обстреливать. Как вообще танчик атакует? Тяжело. Ну, 108 силы это много. Пока не буду их объединять в армию. Тут я самолетами. Хотя... Да не, не буду. Только постоим. Я думал здесь танком проехать, открыть. Но боюсь убивать бы. Ладно, давайте все-таки реально... Ну, чего дорог нету никаких в стране? О. Не, ну это Александр Македонский с горга воюет. Да. Александр тут самый слабенький в плане развития. Да, слушайте, вообще непонятненько пока. Блин, минус пять. Но мне надо сюда будет сейчас, наверное, кого-то пересадить. Иначе... Давайте пересадим. Наверное, Амани. Или Мокшу вообще лучше. Чтобы там начинала религия дальше. Давайте, наверное, Мокшу в Александре. Тут пела четыре хода. Можно потерпеть. Ну вот куда нам дальше идти? Подлодки. Пока бессмысленны. Хотя, с другой стороны, открыть эти атомные подлодки я могу во всех городах... Давайте, наверное, атомы... Я все равно вот эти не могу ничего строить. У меня нету нефти. Апнуть современные бомбардировщики я тоже не могу без алюминия. Поставлю просто армии подводных лодок строиться. И буду контролировать все современных подводных лодок. Так, сделаем национальный парк. Это ради счастья. Напоминаю, что он дает два счастья в городе, в котором он построен. И по одному счастью вокруг городам. Ты минус восемь. В Александрии, Прафтазии. Усталость от войн минус 10. Вау. Тут могут сейчас, кстати, начинать возникать восставшие... Вау. Так, Гонконг. Давайте, наверное, из Тбилиси поотправляю, чтобы больше производства было. Быстрее спутник запустить. Чисто на производство отправляем. Максимум. Так, тут обработано, обработано, обработано. Вот сюда, наверное, крабов и китов. И это вот туда же. Блин, я хотел дорогу, кстати, здесь из Махенджи. Да ладно. Не особо там важно. Ну вот, я, например... Кстати, может мне авианосец построить один хотя бы? В общем, я думаю, мне надо будет вот эти города Ацтека захватить ради нефти. А может быть, и вот... Да, давайте я, знаете что, один авианосец построю. Понадобится, я уверен. И алюминий непонятно где брать. Гордятся размерами города. Так, теперь... Минус 20 уже от отсутствия алюминия. Вот это плохо. Сейчас я очень слабенько буду... Это очень плохо все. Халки-дики практически не берутся. Обез снятия обороны я не могу... А оборону я без нефти еще не могу снять. Просто патовая ситуация. Просто патовая. Но мне реально надо быстрее карту открыть, чтобы понять, где может быть еще уран и алюминий. Тут иначе никак. Еще и денег очень мало. Наносят полный урон городским стенам. Я бы попробовал Акад засоюзить, чтобы полный урон городским... Ну, напоминаю, это не на танке будет работать, но хотя бы вот на эти юниты. Но эти юниты устаревшие, мне их надо апнуть в нефть. Стоп, у меня нефть есть. Но они будут потреблять нефть. Так, хорошо. Вот это интересная мысль. Мысль, давайте засоюзим Акад. Когда я его засоюзу, то, значит, мне надо туда миссионера, чтобы два... Ну, то есть, обратить его в свою веру. Вообще, вера-то есть хоть какая-то? Просто два индуизма. Тогда давайте, наверное, апостола сделаем. Возможно, даже двух. На всякий пожарный. Чтоб точно быть уверенным. И попробуем Акад обратить. А когда обратим Акад, тогда... Начнем атаковать. Ну, апнем этих... У нас нефть пока есть, чтобы она не закончилась сразу. И пойдем атаковать. Так, а что мне вообще надо? Я бы танком что-нибудь пограбил. Наверное, вот лыжный курорт открыть. Видите, тоже дает довольство. Давайте тогда пограбим культурку этим танчиком. И вот у нас еще... Так, и науку, кстати, можно пограбить будет. Так, и мне бы рабочих, наверное, сделать. Чтобы они лыжные курорты строили. А, тут аквапарк. Нет, тут тогда пока колесо обозрения давайте. Так, где где-нибудь хочу еще... Тоннели. Вроде у меня... Вообще, я вот тут хочу тоннели, я так думаю. С той стороны быстрее так, а во всех остальных местах норм. Ну и что, в современный танк апнем. Правда, без денег... Без скидки жалко апать в современный танк. А с другой стороны... Ладно, я... Сейчас тогда с воровства надо апать. Ну, не воровства, а... Разграбление территории. Так, давайте из Махенджи Даров все-таки отправим караван какой-нибудь. Сделительное управление в итоге все-таки бесполезная фигня. Ой, как больно-то. Ну, там армия, конечно, ПТ-команд. Блин, и тут больно. Очень не хочется современные танки терять. Минус 20 за отсутствие алюминия. Хочу эту армию убить. Так, назначим танк здесь. Тут меняемся местами с этим танком. Еще грабим культурку. А то, что им ставим, соседство для театральной площади, 100% стадионы. Стадионы плюс одно счастье. Но стадионы я еще нигде не строил. Плюс два удовольствия в каждом городе. Но мне стадион Маракана нужен. И стадион нужен будет. Так, вот это я хотя могу поменять. Я сейчас юнитов тяжелой кавалерии не произвожу. Алюминий и нефть тоже не на что ставить. Скидка в золоте. Наверное, надо до промышленной эры. А где у нас карточка на морские юниты? Держим. Вот, мне надо в холодную войну. Девять ходов. Чтобы подлодки быстрее строить. Следовательские гранты. Центр водных видов спорта. Торговец. Строитель. Торговец. Тоже из Тбилиси, наверное, отправлю. Врачев Александрию. Таиси давайте. Вот почему он перестал показывать, как путь будет проходить? А, он вот так. Ну, интересно. Так, штакад никак мы не используем. Карточку я так и не придумал. Наверное, плюс один к перемещению возьму. Меньше усталости от войны тоже уже хочется взять. Доход от мародерства. А давайте доход от мародерства поставлю. Это было, конечно, до того, как я тут разграбил театралку. Ну, хоть сейчас допер. А что есть у нас апостол других цивилизаций с утроенной силой? Берем. И здесь... Это фиговая прокачка. Вообще ничего не надо. Ладно, к термогической баталии. Блин, уже 615 монет дается за разграбление. Так, тут мы один ход пропускаем. Будем театралку строить. Здесь... Ну, видимо, рабочего. Для лыжных курортов. В остальных городах все построено. Да, слушайте, вообще, блин. Что же делать? Что же... Опять пингал убрать. Да, блин, у меня тут сидит шпион вообще бесполезный. Что ты будешь делать? Так, ну я думаю, что здесь... Пора... Строить лыжные курорты. И здесь тоже. Кстати, вот если я этим... Тут ставлю, потом тут, 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 тут. Нормально. Значит, этого сюда переведу. Не, подождите. Этот у меня ехал вот тут, по-моему, обрабатывать. Откладываю ход. Блин, он делает просто армиями ПТ-команды. Просто армиями. А я не могу армиями танки делать. Мало алюминия. Конечно, мало алюминия. Ладно, давайте прокачки еще сделаем. Блин, я хочу лечиться после атаки, брать. А с другой стороны, тут надо против наземных юнитов. Черт. Блин, он меня убьет, если я продолжу. Блин. Недостаточно очков перемещения. Блин, что-то я очень неудачно тут походил танчиком. Ладно, встану сюда чисто. Не знаю. По-моему, минус танчик у меня. Тут армии танков пошли современных. Да, слушайте, шо делать? Что-то вообще, что-то как-то... Что-то не придумывается. Фабрика тут есть, но тут высокое соседство. Наверное, стоит и в угольную пойти. Так, тут, наверное, тоже... Или тут как раз отложить и начнем атомные подводные лодки строить. Да, тут откладываю производство. Так, тут я хотел здесь сделать тоннель. Это единственный юнит сейчас в конце игры. Ну, там есть еще, понятно, РСЗО, типа, который не требует. Но именно атакующий, потому что это все остальное, ну... Мистер Воксон, come here! То есть, ЗРК нет. Мобильный ЗРК имел в виду. РСЗО, видите, требует нефть. Эти требуют алюминий. Ну, еще современная ПТ-команда. Ну, блин. Современная ПТ-команда и очень тяжело атаковать. Так, просто ставим... 21 от... Армии подводных лодок. Ну, мне надо их строить. Просто надо. Смотри, не убили танчик. Слушайте, мне в пеллу надо кого-то пересадить. Иначе, минус город. Ну, видимо, из-за Ахалкалаки тогда. Амани. Ммм... Как плохо-то... Минус один будет. Надо было раньше пересаживать. Ай-яй-яй. Чтобы самолет не потерять. Да, с довольством. Но очень много несчастья из-за войны. Так, а кому мы этот курорт? Он к Александрии и Прафта. Минус шесть. Хорошо. Национальный парк. Кают-хай относится. Только за счет этого тут минус один. Так, два... Два, видите, два счастья дает. Фак. Вот так встану, не должен. Тебя сюда встал, мог и пригрехать. Что-то линкор, а не эсминец. 310 веры. Друзья, где третий? А, вон там. Друзья, я надеюсь, вы мне как-нибудь в прошлой серии написали какие-нибудь советы. Вот, к сожалению, я их увижу намного позже. Так, ну а то куда мне тут идти? Солнечные электростанции, мотопехота. Что мне... Мне из этого ничего не может помочь. Ну, можно в пастбище пойти, кстати. Плюс одна пища от пастбищ хотя бы. Ну и робот потом в будущем не помешает. Армия подводных лодок. 22 хода. То есть на сетевой скорости это 11 ходов. Тоже долго, на самом деле. Давайте строителей в этом маленьком городе. Науки в два раза больше. Ну, вон там монгол уже начинает догонять. Блин! 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 Очень отсутствие алюминия, конечно, подкосило. Так, есть космопорт, запуск искусственного путника, 8 ходов. Блин, может мне все-таки забрать Королева? Ну, блин, жалко. Мне жалко тратить на... Там есть более крутые ученые. С другой стороны, какие? Которые ускоряют все информационные эры. Так я уже тут все открыл практически. Не, ну так-то мы все равно ковыряем потихоньку. Ой, блин, может я зря и спелый атаковал. Нет, пока еще один ход подержал. Главное, следующим ходом не забыть, не атаковать. Так, ну курорты мы продолжаем делать. Так, значит, тут будет курорт. Тут. Тут. Сюда, значит, надо. Этот к столице относится. 0 довольства, окей. А почему всего три монеты в Тбилиси? Я убрал все на караваны, да? Тогда в Александрию лучше. А на торговцев у нас тут косметика есть. Блин, этот тоже нам очень нужна. А, подожди, так инженер. Инженер, это что-то, я вот этого пропустил. Там уже что-то дальше будет. А инженер там могут быть интересны еще. Так, вот это... С утройной силой. Есть. Ачивку получил за... Распространить, видимо, религию в городе-государстве за Тамару. А, не-не, это ачивка, знаете, за что? Вот это прикол, конечно. Это ачивка за Грузию, чтобы все города-государства были в религии Грузии. Так как в игре осталось два города-государства, вообще изи выполнены. Я смотрел просто перед началом игры, думаю, какие не выполнены. Два города-государства осталось, изи. Так, ну что? Аншан, как тут Аншан? Я просто думаю... Ну, шесть, я думаю, вряд ли. Значит, нам надо сюда семь послов, чтобы стать союзником. И давайте, видимо, вот этих ребят апать. Блин, я могу, конечно, ошибиться. Но сейчас с Акадом они, по идее, должны нормально... Ну, в следующем ходу надо смотреть. По идее, должны нормально наносить урон. Блин, угля нету. Да эсминца повысить. Слушайте, а может повысить да эсминца не в плане... Того, чтобы сильнее, а чтобы уголь немножко еще освободить. Но сейчас у меня будет, конечно, нефть начать уходить. Быстрым темпом. Да. Это, конечно... Неожиданно я все... Извините, что я все ною до сих пор. Я большой лейзер-беливер. Про резы. Но опять же, вот даже при наличии алюминия... Мне не алюминий тут больше нужен. Мне больше нужны нефть и уран. Алюминий это вот чисто для этих самолетиков. Я, видите, и без алюминия там чуть-чуть, как бы, колупаю. Ой, блин, минус... Не, по идее, самолет должен сейчас перенести на аэродром. Сейчас отвалится пела же. А нифига. Что-то не особо оккат работает. И, прежде, или он только... Нет, там, для рукопашных тоже юнитов. Антикавалерийские юниты ближнего боя. Полный урон городским стенам. Может быть, он уже на эти современные укрепления не действует. Вот это рукопашные пехотинцы считаются. Слушайте, а там, случайно, апа юнитов-то не было? Так, нефть у меня минус два вход. Отойду здесь. Сейчас пела отвалится. Нам надо Александрию забирать. 316 культуры. Ну, как я могу не это, не разграбить? Продолжение следует... Все горы будут в горнолыжных курортах. Ноль довольствуют хая. Нормально. Терпим. Так, авианосец. Сказать авианосцами можно города захватывать, если что. Прям атакуете. Прям им. Проект Манхэттен. Ну, наверное, строителя. Чтобы горнолыжные курорты... А, даже два шевер... А, слушайте, я же забываю об этом, что у меня венецианка. Так что 22 хода, конечно, это долго, но это означает, что у меня будет сразу два... То есть, во всех городах, где я строю, там сразу два... Две армии подводных лодок. Тут тоже подводная армия подводных лодок. В отличие от пятерки, они атакуют города тоже. Так, валим отсюда. Кто броненосец, может сейчас... Убить меня апостолы, и уберется с Акадо религия. Я бы пока подержал религию. Завершен строительный, видимо, еще. Да, со стратегическими ресурсами. Блин, как я мог... Как я мог лучше, например? Ну, с моря... С моря только Рим мог захватывать, но он бы отваливался. Сетия перестала отваливаться. Почему? Губернатор там сел. Так, слушайте, а пела тоже... Пела тоже не отваливается почему-то? А! Это же хорошо. Так, я бы их, наверное, объединил в корпус. Они не объединяются отдельно, да? Ну, где-нибудь тут будем рядом с Ацтеком держать. Не хочу я Королева брать. Ну, не хочу, не знаю. Мне осталось... Когда я возьму Королева, у меня останется пять ходов до спутника. Ну... Можно для какого-нибудь другого инженера. Очки набираю. В следующем золотом веке я точно смогу у боевого робота взять. Если, конечно, выйду в золотой век. Блин, он тут появился. Я хотел... Я хотел его убрать, чтобы он рядом с этим не был. Он бы, наоборот, там появился. Черт. Блин, а он самолетом, блин, не убьет ими Каравеллу. А, наверное, отступлю. Давайте Каравеллу попробую объединить в корпус. Так, Натспарк. Наверное, здесь сделаю. Как к кому относится к Махенджи Даро. Может, к Аютхай отдать лучше. Тут минус одно удовольство. Ладно, нет. Там минус одно удовольство. Маяк починили. Ну, пора торговца делать. Да. Беда. Беда. Что ж тут... Что ж тут придумать-то? Огни аквапарка, солнечные электростанции. Ну, кстати, электростанции тоже имеет смысл мне ставить. Начать. А, это никому не относится, блин. А, деньги тратить на выкуп очень жалко. А, давайте тут электростанцию поставлю. Первую в мире. Так, Королёва пропускаем. Блин, Рим уже где-то здесь. Обалдеть, конечно. Тело каким-то образом перестало отваливаться. Не знаю, что случилось. В горе вообще плюс три довольства. Единственный город, где у всех всё хорошо. Так, как мне тут лучше? Ну, я только два могу поставить. Наверное, вот вопрос для Халкалаки или для... А, тут всё, Халкалаки, поэтому пофигу. Плюс одно удовольствие. Ну, тут сила, мощь рукопашная 65, например. Так что, вполне. Ну, вот и куда делся. Он мог уплыть только куда-то туда. Нет. Странно, куда... Куда делся линкор? Я перед ним стоял здесь. Хм. Потерялся линкор. Это у меня всё равно самая большая армия. По силе. Две тысячи, но... Вообще нету ощущения, что... Могу что-то сделать. Нужны ли мне вообще центровещания? Не думаю. Наверное, рабочих надо больше. Именно для горнолыжных курортов там. Так, здесь. Опять армию. Я бы сейчас деньги не тратил, потому что у меня армии атомных подводных лодок будут очень... Очень много содержания требовать. Очень много. Про голосование будет. А что у нас вообще сейчас в Конгрессе? Так, здесь. Уровень вражеских шпионов на вашей территории. Крати можно, наверное, поставить. Вот, ну и сто процентов морских юнитов это просто надо поставить. Двойной эффект нам не надо. У нас двойной эффект и так сам по себе работает. Так. Доходы от мародёрства уберём. Морских юнитов, кроме авианосцев. То, что надо. Для подлодок. Ну и, наверное... На вашей территории у вражеских шпионов минус два. О! Три довольства и плюс четыре жилья. Отлично. Мы ещё два раза можем её использовать. Отличный инженер. Это даже хуже. Видите? Так, я её... А где она? Ммм. Слушайте, я могу апнуть бомбардировщик реактивный. Ну и какого фига я этого не делал? Спрашивается. Ну только два апну. Я просто удивлён. Я, честно говоря, не... Я прошлым ходом заметил, что есть иконка. Я просто не думал, что при отсутствии стратегического ресурса можно апать. Всё равно. Ага, вот она. Так, где у нас хуже всего сейчас? Ну там в Александрии и Прафтазии, конечно. Но с другой стороны, Александрия и Прафтазия мне и ресурсов особо не даёт. Потому что она... Хотя она захвачена же, да, мною? Это уже захвачен город. Ладно, наверное, давайте в Александрии и Прафтазии один раз использую. Потом можно, возможно, в столице. Что нам дальше? Туризм, космическая гонка, ваша закрыта для рок-групп. Наверное, в культурное наследие пойдём. Международные пути не нужны. Торговый центр, наверное, не нужен. Может, фашизм принять вместо коммуни... Ну, я бы коммунизмом от... Коммунизм, потому что науку даёт. Я бы, наверное, коммунизмом по максимуму всё открыл, а потом переключался на фашизм. Так, глобализм нам, короче, надо здесь. Художественный музей. Я вообще хоть раз... Ну, вообще, художника могут дать? О! А почему у меня ещё один... А куда меня археолог делся? Почему? А, это Пела, это не у меня, это у Грека. Не знаю, наверное, археологически давайте пока. Давно я столько курортов не строил. Что они содержания не требуют? Ну, вообще, всё равно странное отсутствие алюминия, а вы можете улучшать юниты. Так, пускай стоят пока танки. Ничего я не могу этим ими делать, не хочу грабить. Блин, он окат захватывает. Вот это прикол. Вот это реально прикол. Слушайте, окат мне немножко счастья дал. Ну, тут я ему уже никак не помогу. Да! Ацтеки суровы. Ещё разведательное управление. Вот эта ошибка, кстати, была строить. Ну, чтобы я за веру сейчас покупал. Юниты. Наверное, ещё строители. Так, а как у нас теперь строятся подводные лодки? 8 ходов. 8, 5, 9. Короче, через 9 ходов у меня будет 8 армий подводных лодок. Минус корпуса каравелл. Минус аккад. Причём, он был свободен, пока я его не засоюзил. Кстати, там что-то отвалилось. А кто Магадишн, интересно, захватывал? Рим, что ли? Сколько до спутника? Два хода. Нет, я не могу предложить. Так, здесь используем. Ну, следующим ходом уйдёт недовольство, мне кажется. Или это уже из-за када столько недовольства? В общем, надо было вырубить уже камень. Так, ну вот современные бомбардировщики чуть получше. Хотя всё та же, минус 20. Но хотя бы сотня бьёт. Ну, а этот 90. Нет, тот 120 бьёт, а этот 90. Ну, наверное, следующим ходом должны халкидики захватить. Потому что уйдут стены и будет легче. Ёжно. Нет! 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 Мне нравится, что идет огромная война Всех, Грузии со всеми Но лыжные курорты Они, знаете Сами себя на лыжах не покатают Так, скоро нефть кончится Мне кажется, уже строителей достаточно Пошли дальше технологии открывать Напоминаю, как только выходит в эту теху 20 ходов отсчитываем до конца игры Так, Зулусы 9 ходов до ученого Инженера мы взяли Так, а где у нас развлекательный комплекс Чтобы мы мракану построили Подожди, у меня что-то нету А, точно у меня все в аквапарках Черт Да, мракану мы не построим Точно, точно Сыр пытается убить меня Наверное, авианостор, если он, конечно, доплывет Но это я против Ну, вообще, я бы забыл Но я не могу проголосовать за Тут я голосую против чисто для того Чтобы не помириться ни с кем Потому что там может это пройти И тогда я мирюсь с теми, кто тоже за проголосовал Да, видите, принято Проголосовал бы я за И я бы с ними помирился Нет, не доезжаю немножко Я просто хочу линкор убить В первую очередь Потому что он может стрелять А броненосец послабее Так Так, так Тут мне не особо хочется Одно, может, этот Обработаем Селитру Блин, что-то тяжело все равно Тут уже 118 сил и все еще стены есть И все еще стены есть Да вы прикалываетесь Просто корпус Армии Армии ПТ-команд Так, а следующим ходом Увижу Карту И будет понятно Насколько у нас все плохо Так, в Тбилиси плюс 1 Плюс 4 Я бы, наверное, в Тбилиси Отправил интеринженера Увеличить счастье Минус 1 Давно я столько всего На счастье не делал Горнолыжных курортов Столько не приходилось Строить Национальный парк Наверное, где-то тоже можно Так, универсальную ячейку Политического курса Я думаю, что там народ будет за фашизм Голосовать Я тоже проголосую за фашизм Потом Я в него все равно перейду Ну, тут претензии Вообще пофигу Давайте против Чтобы мне Не шло Тут Какая разница Сколько претензий Если я со всеми воюю Я думаю, что там За меня проголосуют Конечно Чтобы я генерировал Больше претензий Йосемити Букса Холонг Так Фашизм Дополнительное Отлично Я претензии генерирую Ну что ж Момент истины Вот у нас Пангея Давайте смотреть Где Уран Пять Два еще не видел Вот Уран Так Ну вот это можно Попробовать, да? Тут нет Инчан Значит, Этлан Прямо на Уране Стоит Так Ладно У нас еще есть Какие-то возможности Алюминий Нет, нет Посмотрите Два Военных лагеря Прямо на алюминий Поставлены Вы думаете Это компьютер не знал Что там алюминий? Микены Могу ли я эти микены? Смотрите Тут два алюминия Прямо Могу ли я их удержать? Блин, ну я думаю Мне надо будет Так, давайте еще раз проверим Микены Тлакопан Что я могу сделать? Что-то уран Уран у нас Вот здесь, да? Вообще Вообще не очень Представляю Как я это могу Пошло нормальное Пробитие А он что-то армию отсюда убрал 99 сила Стало Так, смогу ли я Тремя Танчиками Забрать этот город Вроде да Так, ну что У Александра Осталось 5 Мусорных городов А мани Надо, наверное Пересаживать В халкидики Пела не должна Сейчас отваливаться Вообще Или вообще Или мокшу Пересаживать Нет Мокша Пускай тут работает Галу обратно В столицу А мани Халкидики Вообще Никаких ресурсов Нужных Мне получается У Македонского Вообще Ну пока еще Строителя Я вот не понимаю Что мне Этими Подлодками Делать А еще Мне прикалывает Что у меня Почти в 4 раза Больше Науки Чем у Рима Но я его Догнать не могу Короче Тут глобализация Блин Где Давайте Так Давайте так Без урана Я тут победить Не могу Вообще Даже С нефтью Давайте думать Как я его могу Заполучить Эфес В принципе Самолетами В принципе Тут у городов Меньше сила Наверное Брать Мне надо будет Армией Подлодок Вот к этим Городам Плыть И их Пытаться Захватывать Просто уничтожать Чтобы они не влияли Но Эфес Надо как-то Самолетами Вот только Один Ресурс урана Этот не берется Тут Можно пробовать Инчан Но это Самолетами С авианосцев Правильно? И он Отвалится По лояльности Тиночтетлан 122 силы Лукдуна Ну Тут только Эфес Если Только Если Эфес И мне Надо Шесть Оставшихся То есть Мне надо Шесть ядерок То есть Тридцать урана Мне надо Пока Честно говоря Не представляю Как это вообще Возможно Не знаю Собирай, потому что это четвертый радиус Он там ничего уже не даст Да Надо ли мне лунную экспедицию делать Чтобы десятикратную культуру получить В принципе, наверное, да Тем более, что я в Тбилиси Ничего на... Ну, морские эти не могу сделать Да О, кидики все равно отваливаются Минус пять Ну, что это за город Говеный Блин, ну и что нам Ну, эти я подлодками, предположим, захвачу Ой-ой-ой-ой-ой-ой Шо же делать Не знаю Может Эгги захватить и уничтожить просто? Блин Видите, а вы говорите, что я в тепличных условиях На самом деле Мое появление сыграло со мной плохую шутку Вот Как это? Сыграло злую шутку, извините Злую шутку Потому что Вот в предыдущих играх, если вы видите Там где отстейки на меня нападали Когда я был За За горга Ну, в общем, у меня В начальных этапах Уже я мог захватывать кого-то и что-то делать А здесь получилось Что я на начальном этапе вообще не могу ничего сделать Хотя у меня были ресурсы А когда я вышел в тот этап Где нужные ресурсы Ну, где я могу что-то сделать У меня не казалось тех ресурсов С помощью которых я могу захватывать То есть, даже если я тут оставил алюминий Ну, хорошо Я бы захватил быстрее То есть, не было бы у меня этих минус 20 Там, сколько у меня последних 7 ходов Ну, быстрее Ну, был бы у меня сейчас Александр полностью захвачен И что? А что я дальше могу сделать? Я ничего не могу А если бы не эти горы? Я бы Александра захватил Понимаете? И получилось так, что вот эта территория Не в мою пользу оказалась Вообще Интересно, если кто-то параллельно со мной проходит Как у него дела Да Ладно, я думаю, что надо Эгги Брать Или Дион Я бы, наверное, Дион захватил и уничтожил Ладно, давайте Дион По Диону работать Блин, минус 5 А то скоро они перестанут лечиться Потому что нефть закончится Ммм, да Так, всемирные игры Что дают вообще? Дипломатической победы Туризм Вообще нафиг надо Я, кстати, ну, может быть, опять же Зря выключил все победы Мне просто не надо было Типа в ночи Оставить компьютеру эти все победы Фиг с ним Археолог Морской порт Морской порт Я думаю, надо ли мне здесь Ставить тоже Подлодки делать Как они долго будут тут делаться Ну, нормально 15 ходов Фиг с ним Так, сюда я отправил рабочего Ммм, может у Мохенджи Даро Что-нибудь построить Так, какие вообще доступны Пути из Аютхая ваншан Испелый ваншан Давайте испелый Пути из Аютхая ваншан Испелый ваншан Испелый ваншан Испелый ваншан Пути из Аютхая ваншан Военный лагерь Прям под... Я не понимаю Он, то есть... То есть Александр От безысходности Какой-то город тут Ставил просто Так, морская плотина Тут уже нафиг не нужна Наша чекалька снизошло озарение Я 60 науки с верований получаю Почти 10% Ну и что? О, а вот и... Два, две армии Ну, мы горга едем Так, еще делаю Под этим эсминцем будем Город зах... Города, хотя у нас еще Каравелла есть По пути, наверное Это Александрию Труацкую Захватим Апну Блин, что делать? Ладно, давайте Эти исследовательские гранты Мне надо еще эти Прибрежные поселения Вот это открыть И тоже строить Так, а давайте Вот эту Элену Рубинштейн Выкупим Блин, мне еще и джинсы нужны Страус Штраус Как лучшего? Левай Штраус Так, конфигами тут Северские гранты Подождите Блин, что делать-то? Ребята, что делать? Я вернусь Плюс два к пище Одно производство За каждое соседнее Рыбацкое судно Рыбацкое судно Получает одно производство За каждое соседнее Морское поселение Культура К туризму За каждое соседнее Риф Плюс два к жилью Офигительная штука А, нельзя отремонтировать Нефть нужна Четыре довольства В Тбилиси Как я везде довольство Повысил-то Ну, ушло Кое-же Усталость от войны В некоторых городах Так, ну тут это мы все Оставляем Да Не знаю Мне вот эти прибрежные Надо будет уничтожать Подлодками Просто уничтожать города Чтобы они не влияли Дион-Амфиополис Видимо захватить Что у нас по великим По векам Героически у зулусов У этих всех золотых Надеюсь, они в темный упадут Танчики уже меньше урона Тоже минус 20 сейчас Минус 3 пока Ну, следующим ходом будет минус 20 Центр водных видов спорта Это тоже Счастье добавило Ну, поехали И здесь Подводные лодки Ой, как я хорошо Венецианку-то построил Вот без Венецианки Я вообще даже не представляю Вообще, наверное Не было бы шансов Продуктовый рынок Зачем-то в Александрии А, ну тут просто Не хватало Лояльности Так, ну расстроителей Как я и сказал Последний шанс Забрать фес Накопить 30 урана Но он тут Три в ход будет То есть это 10 ходов А у других вообще стран есть Только монгол Копит уран А другие страны Сейчас друг с дружком воюют Так Ацтек с монголом И Римом Это здорово Рим с Колумбии гор Нет, это грек Рим С ацтеком И Колумбии Тоже здорово О, Акумана Это случаем не Не бывший город Рима По-моему только Зулус получается Ни с кем не воюет Зулус В союзах Дружит Фига себе Воинственная цивилизация На самом деле нет Еще подлодки Так медленно плавают 28 послов в Аншане Последний город Государства На планете Оставшийся Давайте строителей Потому что При открытии Морских поселений Надо будет Куча Кучу клеток Обрабатывать На воде Да Но все-таки Очень большая ошибка Потери алюминия У Мохенджо Даро Я бы намного быстрее Тут продвигался Может апнуть До реактивного Проблемы маловато Юнитов Которыми я могу Города захватывать И он уже будет Получать урон Хотя тут танки Помогут С этой стороны Так Эти каравалы Нужны Я сейчас буду Подлодками Наверное Эти города Рима Пытаться забирать Блин А мне уже нечего Нечего копать Что ли Серьезно Вон у Ацтека Что-то Тут вообще Все выкопано Ну Поплыли К Ацтеку Пока Но я наверное Еще открою Эти Культурное наследие Правда Когда-нибудь Неизвестно Когда Наверное Хищение средств Надо Денег Не хватает Тотально И постоянно Продолжаем Подлодки Делать Подожди А там В том городе Я случайно Не могу Аквапарк По-моему Это в этом городе А Нет А в Кутаисе Я уже все построил В аквапарке Понял Рыбацкий промысел Наверное Я сделаю В Руставе Рыбацкий промысел Я их не буду Заменять На На Что там На морское поселение А вот там Где В тех городах Где я не строил Там у меня Будут морские поселения Так Пингало Вернулся В Сбилиси Так Вопрос Мне Анци Или Сетью Атаковать Давайте Наверное С Анци Попробуем Начать Ну Дион Он бы я разрушил Или нет Ну вот Эгги Точно бы Разгнал Где он Наверное Пока Оставим Минус 12 А где У нас тут Алюминий Тут же Где-то Алюминий Прям А В Микенах Блин Я думал В Анфиополисе А Микена Я фиг Удержу Блин Или Разрушить Дион Не Надо Доставлять Доставлять Продолжение следует... 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 но это же не берется это же просто не берется монгол хорош кстати 533 все юниты 25 процентов боевого опыта может это поставить вот вместо нет лины уголь нужен черт и счастье нужно все нужно еще на счастье есть губернатор и только может да не пятилетний план тоже лучше я считаю мне все лучше стоит это звук чисто атомной подводной лодки а не запуска ядерки вы могли бы не все таки видите подлодки видны когда они стреляют потом по ним могут атаковать так как тут никто не даст дотягивается все за шум за дорога была вот так а тут город был уже и забыл о нем нету слушать но это очень далеко за мне кажется мне тут стоит признать что у меня не получится это сделать ребята это будет трата просто вашего времени поэтому мне вдвойне смешно читать комментарии сейчас который что типа ты в тепличных условиях тут появился это не тепличные условия на самом деле ты когда ты находишься в таких местах где ты не можешь выбраться с компьютером с компьютером нету ничего плохого в том что вначале воюет с тобой это даже лучше наверное что ты можешь его захватывать в данном случае видите я оказался в такой ситуации что я моего соседа не могу захватить но я не знаю то есть вообще вообще в принципе я никак не мог всем воевать на такой территории ают хаю захватил да и все мне вот интересно если кто-то параллельно со мной проходил смог ли кто-то раньше меня где-то вот тут что-то сделать и проблема в отсутствии ресурсов но если бы не эти горы я бы александра захватил намного проще до профукал один алюминий мохенджи даро но намного важнее вот тут было два урана и по моему алюминий ту где-то был но главное тут два урана который я мог я мог получить если бы александра много раньше захватил и смог бы не позволить затопиться этому всему во всех остальных местах просто нереально я могу захватить город но я не могу его удерживать и это слишком большие усилия так бы в принципе это жизнь за и помогли мне нефть я вот думаю нефть помогла бы мне но ракетные крейсеры были бы да они точно больнее бьют чем подлодки но они бы много нефти требовали упущение вот тут алюминия но повторю ну хорошо даже если бы я не верю что я бы успел вот к этому моменту я бы фс бы взял ну предположим был бы где-то здесь это слишком мало алюминия предположим был бы где-то здесь дошел бы сюда но тут ребята уже вот в этих техах тем более монгол и он монгол он чингисхан вместе со мной вы знаете что знаете как я сделаю я сейчас выложу эту серию ее увидят спонсоры где-то дней на восемь раньше чем все остальные зрители и я хочу чтобы спонсоры проголосовали просто просто написали в комментариях они хотят чтобы я продолжил или признал свое поражение но я ну то есть поражение в моем представлении как как мы и договорились что кто-то выходит вот в эту теху в эту теху и 20 ходов после того как вышли то есть я буду вот тут ускорялки обычно всегда ускорят то есть для меня если вышли в эту теху 4 хода всего разницы зачем-то начать строить ускорялки но так как это стандартная скорость они сетевая ну здесь за 20 ходов улетает типа будем считать что он улетает таким образом я считаю что просто пока я буду идти сюда и пока я накоплю необходимое количество урана а без без урана я тут не могу победить военной победой мне надо 30 урана чтобы скинуть 6 ядерок на столице даже наверно даже меньше я нора могу попробовать столицу спарты так захватить своим ходом рим не берется с морями слишком слабенькие подло хотя этот может накоплю может и рим даже так берется хорошо мне предположим надо четыре ядерки то есть на улунди на где он тут на богату на каракорум и так все еще в центре находятся и найти на чтитлан кидаю ядерки и танчиками захватываю эти еще глянем знаете что я хочу уголь а не уголь нефть посмотреть у александра и спарты так тут уголь тут тут вот уголь надо этот уголь обработать кстати на воде же он да надо рабочего и этот уголь обрабатывать у тебя делаю рабочую поведусь а так что спонсоры зависит от вас я считаю что я тут не успею то есть это вопрос к зрелищности уже и вот зря зря вот сейчас люди пишут в первых комментариях что я в тепличных условиях нету ничего тепличного в том чтобы просто сидеть ограниченно развиваться возможно тепличные условия когда ты на одном контину он типа отдельно на континенте находишься но вот здесь вот с таким с такими условия бы конечно если бы у нас была научная победа я конечно тут победил бы просто посидел бы отстроил домики и улетел бы несомненно я бы уже причина раз на прошлой серии улетел я бы именно к этому стремился да как я стремился к военной победе то тип личные условия сыграли злую шутку как я и говорю две ошибки первое не построена в правительственной площади построено здание разведывательного управления они они чувством часовня магистра чтобы покупать за веру ну хотя тоже такая наполовину чтобы я все-таки не считаю что у меня тут наземные юниты сильно были бы нужны и ошибка упущение этого алюминия но опять же считаю что ну был бы я день тут на этом уровне по городам олимпия финны к нос были бы захвачены и что никак бы мне это не помогало все на этом все жду отзывов спонсоров пожалуйста просто пишите я не могу никак голосование к сожалению сделать в а знаете я могу наверное нет сообщества тоже не все найдете просто просто пишите в комментариях спонсоры либо продолжай либо ты проиграл вот как-то так все играйте в умные игры всем пока спасибо что досмотрели до конца я алексей халецкий тот кто сделал это видео пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране играйте в умные игры и всем пока